В этом выпуске мы покажем вам невероятные видео, в которые невозможно поверить, но которые удалось заснять на камеру. Что может быть лучше, чем удивительная и интересная история? Только история с видеодоказательством, и именно такие истории мы подобрали специально для вас. Вы увидите собаку, обыгрывающую свою хозяйку в дженгу, узнаете о самом мощном обрушении дамбы за последние пару лет, а также убедитесь в нереальных умственных способностях белухи, которая помогла человеку. Наглость и находчивость Одно из самых смешных магазинных видео за последнее время, по всей видимости, было снято в Индии. Мы видим, как в супермаркет заходит не очень вежливый молодой человек. Вместо того, чтобы аккуратно положить деньги на прилавок, он бросает их кассиру почти в лицо. Стоит ли удивляться, что сдачу кассир решил выдать покупателю тем же путем? Наглец оказался в крайне затруднительном положении, но, надо отдать ему должное, выкрутился весьма изящно. Чтобы не подбирать деньги с пола, он купил себе колу на сдачу, а когда его спросили о плате, торжественно показал на деньги на полу. Ну какой гаденыш. Атака осьминога Большинство из нас видели осьминогов разве что по телевизору, но вот побаиваются их многие, в том числе из-за слухов, что в дикой природе можно встретить особей просто огромных размеров. Видимо, по этой причине фото и видео атаки осьминога и стали так популярны в сети. Кадры с несчастным аквалангистом, которого пытается утянуть в море гигантский осьминог, уже облетели весь мир, но что стоит за этим сюжетом на самом деле? Раскроем тайну. Это всего лишь шутка работников музея. Жутковатую скульптуру решили установить на фасаде парка развлечений «Морской сад» в Орегоне. Естественно, многие туристы снимают достопримечательность на камеру, вот только никто из них не торопится раскрыть секрет своих кадров. Так и рождаются легенды. Стоп-кадр На этом видео без труда можно разглядеть птицу, замершую в полете над городом. Снято оно было в небольшом городке в США, необычный феномен быстро собрал толпу зевак. Все хотели знать тайну застывшей птицы. Стоило ролику появиться в сети, как пользователи начали бурно обсуждать возможные объяснения такой странности. Подогревает интересы то, что видео достаточно хорошего качества, но никаких ниток или проводов птицу не удерживает. Некоторые уже заявили, что белая птица – просто очередное доказательство того, что мы живем в Матрице. А как считаете вы? Попробуйте объяснить этот феномен в комментариях, а мы идем дальше. Битва лошади и аллигатора Кто победит в схватке – аллигатор или лошадь? Казалось бы, ответ очевиден, но с появлением в сети этого вирусного видео стало ясно, что все не так просто, как нам казалось. На записи видно, как лошадь, возможно от испуга, сама бросается на огромную рептилию. Конечно, аллигатор не станет молча терпеть такое, в ответ он кусает лошадь за ногу. Трудно понять, кто в итоге выходит победителем из этой яростной потасовки, но оба драчуна разбегаются в разные стороны довольно резво. Что может быть более жестоким и разрушительным, чем сила природы? Пожалуй, только человеческие изобретения. Правда, в редких случаях. Один из таких случаев мы покажем вам далее, поэтому оставайтесь с нами до конца выпуска, чтобы его не пропустить. Вдобавок, вас ждут еще более удивительные и поразительные случаи, которые повезло снять на камеру. Пес, играющий в Дженгу, необычный мировой рекорд, поставленный благодаря принципу домино, попугаи-баскетболисты и многое другое. Далее в нашей подборке. Давайте продолжим. Обрушение дамбы Эта ужасающая авария произошла 25 января 2019 года в Бразилии. На железно-рудной шахте на юго-востоке страны обрушилась плотина резервуара с отходами добычи ископаемых. Волна погребла под собой прилегающие к плотине здания и несколько районов близлежащего города Брумандинью. В ходе расследования выяснилось, что горнодобывающая компания знала о технических проблемах на плотине, возникших еще на этапе ее строительства. Звезда Дженги Некоторые считают Дженгу детской игрой, но на самом деле победить в ней бывает очень трудно, особенно если играешь с настоящим профессионалом. В последние годы игра, в которой требуется по очереди вытягивать из башни деревянные блоки, приобрела популярность по всему миру. Здесь требуется внимание, ловкость и чувство баланса. Все это, оказывается, есть у собак. Австралийская овчарка по кличке Секрет освоила эту игру в совершенстве. По словам Мэри, ее хозяйки, собака часто обыгрывает даже ее. Удивительно, не так ли? Герой без маски Этот сюжет был снят на камеру мобильного телефона в Таиланде, причем совершенно случайно. С первых кадров сложно понять, что происходит, однако происходящее растрогает даже самые черствые сердца. Собака пытается спасти жизнь рыбе. Пес неустанно работал мордочкой и постоянно обливал рыбу водой из лужицы, в которой лежала бедолага. Как по мне, это просто удивительно, ведь псы не знают, что для поддержания жизни рыбам нужна вода. Либо этот пес очень сообразительный и умный, либо мы знаем о собаках далеко не все. К счастью, спасение рыбы было заснято очевидцами, и поэтому теперь мы можем понять, что собаки еще более сложные и невероятные создания, чем нам казалось. Дефиле по платформе А это видео попало в сеть прямиком с камеры наблюдения в метрополитене. Многие пользователи ломали голову над тем, кто эта девушка. Самое очевидное предположение – модель. Но что это за съемки? На платформе нет ни фотографов, ни операторов. Девушка совершенно одна. Прохаживается взад и вперед, принимает эффектные позы и поливает себя духами из флакона. Очень похоже на съемку рекламы парфюма. Вот только единственная камера, которой ее снимает штатная камера видеонаблюдения. Другие пассажиры подземки тоже в недоумении, но модель не обращает на них ровным счетом никакого внимания. А у вас есть предположение, что происходит на этих кадрах на самом деле? Эффект домино Мировой рекорд по принципу домино из матрасов обновлялся уже несколько раз. На видео очередное обновление рекорда, состоявшееся в 2012 году в Шанхае. По данным представителей Книги рекордов Гиннесса, в мероприятии приняло участие тысяча один человек и, конечно же, тысяча один матрас. Отмечается, что китайцы побили прежний рекорд, который был установлен ранее в феврале 2012 года в Новом Орлеане, США, и занял по времени 11 минут и 11 секунд. Посреди шторма Эта жуткая запись с видеорегистратора была сделана еще в 2012 году, но попала в сеть недавно. Водителю приходится ехать по двухполосной дороге в густом лесу. Мы видим, что за окнами автомобиля явно непогожий день, но никто и представить не мог, как будут развиваться события. В какой-то момент водитель проезжает несколько поваленных деревьев, уложенных по сторонам дороги. Видимо, они здесь уже давно. А потом, в одном порыве ветра, деревья перед авто начинают одно за другим рушиться прямо на дорогу. Обвал деревьев все ближе, и водителю приходится сдать назад. К счастью, никто не пострадал. Водитель и его машина уцелели и благополучно дождались помощи. Лосось на улице Многие знают, что в период нереста лососи преодолевают ради будущего потомства огромные расстояния. Но это видео наглядно демонстрирует, насколько упорными могут оказаться эти удивительные рыбы. В научном мире для такого феномена даже существует свое название – бег лосей. Дело в том, что на своем пути к цели лососям иногда приходится преодолевать самые неожиданные препятствия. Например, если они не могут проплыть под мостом, они предпочтут пройти по нему. Но не повернут назад. А в штате Вашингтон, где в 2018 году случилось небольшое наводнение, лососи решили, что раз дороги затопило, то по ним вполне можно срезать путь. К сожалению, во время таких забегов многие особи оказываются под колесами автомобилей. Однако ученые считают, что существенного влияния на численность популяции это не оказывает. Попугаи и баскетбол Попугаи, чтобы про них не говорилось в сказках, на самом деле очень сообразительные птицы. Они могут научиться самым разным вещам, просто повторяя за своими хозяевами. Но научить пернатых играть в баскетбол – это что-то новенькое. Африканские попугаи на этом видео сформировали целую команду. Забавный ролик предположительно снят в Венесуэле заводчиком попугаев. Он и оборудовал для своих питомцев специальное поле. На кадрах видно, как пернатые питомцы бегают по столу, отнимая друг у друга мяч. Завладевший мячом бежит к импровизированной корзине и бросает его в кольцо. Когда подписание в NBA? Ну что ж, а в комментарии напишите, удавалось ли вам заснять на камеру интересные и необычные ситуации. Если вам понравился выпуск, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Спасибо вам большое за просмотр.